Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM тем, кому задают вопросы. Нет, Коля, это я воспользовалась своим служебным положением. Поскольку у меня всегда по понедельникам особое мнение, то есть я его веду, а ты всегда по понедельникам ведёшь дневной разворот, то просто я решилась. То есть я пал жертвой? Я решилась. Мы долго обсуждали с Саней Лапшиной. Я сказала, ну скажи же, Голиков ко мне придёт наконец-то. Вот ты пришёл, спасибо тебе. Я даже не уходил, Свет. Мало того, ещё и не уйдёшь. Ещё и не уйду, и после этого, да. Давай-ка ко вчерашней акции сразу же приступим. Вчера, 28 января, воскресенье, по всей стране состоялись митинги в рамках забастовки избирателей. Это всероссийская акция, которую призвал Алексей Навальный. Напомню, Навального не допустили к президентским выборам. И наши коллеги из интернет-журнала «Семь на семь» следили, как шли эти уличные акции в разных регионах. Но по-разному шли. Меня, конечно, поразила креативность архангела-городцев, которые водили хороводы вокруг автозаков. Весело достаточно. Там у них ещё ряженые были и прочее. Но в Кирове тоже прошла эта акция. Несмотря на то, что накануне и прямо в день акции арестовали, собственно говоря, тех людей, которые эту акцию организовывали. Тем не менее, в так называемом гайд-парке в сквере имени Степана Халтурина всё-таки 100 человек с плакатами размещались и протестовали. Правда, наши власти тоже креативностью отличились. Они там устроили футбольный матч, я так понимаю. Ну, просто странно, в воскресенье, ты знаешь, как бы на этой площадке я давно там футбольных матчей, конечно, не видел. Ну, когда-то очень давно на этой площадке футбол играли. Но это, во-первых, происходило летом, как правило. И даже если зимой, то не в такую погоду собачью, как было вчера. Потому что вчера какой футбол. Господи, ребята, с любой скоростью пущенный мяч ветром тут же сносился вправо либо влево. Конечно, это очень забавно. Тут наши власти, по-моему, архангелогородцев превзошли просто. Хорошо хоть не плавание устроили, слава богу. Я не очень поняла, одобрили ли власти в каком-нибудь из регионов и разрешили ли... Насколько я знаю, нет. По всей России были несанкционированные акции. Несанкционированные акции. Ну, и, естественно, эти акции и накануне, и после, непосредственно после того, как они прошли, достаточно активно обсуждается. И обсуждается в этом смысле позиция власти. И чего она боится, и почему не допускает. Чего боится власть? Я понятнее имею, чего боится власть. Но то, что боится, понятно, хотя бы из того числа силовиков, которые были задействованы в этот день, именно на предотвращение вот этих самых акций. То есть, если... Я, честно говоря, не могу даже понять. Потому что ведь на самом деле, если брать с точки зрения математики, неприход людей на выборы, он увеличивает шансы победителя на хороший процент. То есть, люди не пришли, соответственно, при распределении пропорциональным голосов эти голоса большей частью отходят тому, кто победил. То есть, процент победителя растет. И как бы бояться того, что кто-то не придет, это прекрасно. Не приходите, ребята, не приходите, отлично. Более того, если человек не пришел, то, помятуя о том, как наша система устроена, мы сегодня еще будем вспоминать номера выборов, которые были 6 лет назад, и какие нарушения были там выявлены, когда будем говорить про Никиту Юрьевича Белых. То есть, не приход людей развязывает руки тем, кто занимается не очень честными вещами на избирательных участках. То есть, по идее бы, власть должна это приветствовать. Вот чем меньше вас придет, тем лучше. Да, но мы же знаем с тобой из разного рода источников, которые активно, и эти данные активно в СМИ тоже публикуются, что требуется высокая явка для того, чтобы избранный президент в глазах общественности выглядел легитимым. Но дело в том, что высокая явка за счет тех людей, которые участвуют в этих митингах, она не достигается. Высокая явка достигается другим путем. Вы сама понимаете прекрасно, что для этих целей есть люди, зависимые от бюджета. А так как у нас их очень много, процент очень высок, то как бы определенный потолок явки, условно говоря, 50% уже гарантировано, что 50% избирателей явятся. Вот я смотрел таблички по предыдущим президентским выборам, 50, по-моему, минимум на президентских выборах меньше не бывает. То есть, можно понять, что вот это вот то, что обеспечивается за счет вот этого ресурса бюджетного. Соответственно, остальных людей привлечь, пенсионеров, кого-то еще, это не те люди, которые голосуют ногами там и чем-то еще за Навального. Другие люди, их надо другим способом привлекать. И здесь, мне кажется, надо было просто сказать, ребята, постойте на здоровье, не приходите, это даже лучше. Ну вот я смотрю на фотографии, которые представили наши коллеги из интернет-журнала «Семь на семь», фотографии с митинга, который прошел в парке Степана Халтурин, в скверхе Степана Халтурин. Там люди разных возрастов, и молодежь, и люди в возрасте, и пожилые люди. И пришло порядка ста человек. Как ты думаешь, если бы акцию разрешили, пришло бы больше? — Я думаю, нет. Я думаю, это как раз те люди, которые... Понимаешь, те люди, которые как бы болеют душой за Алексея Навального, они придут в любую погоду, при любых условиях, на любую акцию. — А ты думаешь, они пришли потому, что болеют за Алексея Навального? — Я думаю, да, потому что, как бы, так вот понимаешь, как бы я не сторонник большой Алексея Навального, да? Я люблю различного рода гражданские акции и все прочее, но у меня вот не было позыва туда идти. Потому что, как бы, я, во-первых, не вижу смысла в забастовке избирателей, да? Просто арифметического смысла не вижу. Во-вторых, потому что, как бы, я не его там поклонник или фан или что-то еще. Соответственно, пришли эти люди, которые вот на самом деле искренне стремятся сделать так, чтобы Алексей Навальный каким-то образом в этих выборах принял участие, либо его отсутствие на этих выборах каким-то образом сказалось на результатах Владимира Владимировича Путина, да? Поэтому, как бы, я думаю, пришли все, кто хотел. Пришли все, кто хотел. Это не те люди, которые боятся вот таких вещей, как несанкционированная акция или что-то еще. Наоборот, даже повышает адреналин. — Но большего бы количества не было. — Ну, было бы 120 человек, да? Была бы хорошая погода, было бы 150. Мне кажется, больше вряд ли. — Возвращаясь к президентским выборам, не уходя оттуда никуда, то есть мы говорили с тобой о явке и вспоминали в прошлых наших встречах различного рода акции, которые как будто бы придумывают власти для того, чтобы эту явку поднять. Ну, вот сначала кого-то там не пустить обсуждалось, да? Там Навального не пустить, например, там, да? Митинги предотвратить и прочее. Но поднять разными акциями. На днях мы выясняли, как, собственно говоря, будет проходить голосование за проекты, которые будут включены в федеральную программу «Комфортная городская среда». Выяснилось, что после того, как комиссия, состоящая из депутатов Городской думы и представителей Общероссийского народного фронта, отберет заявки, которые, по их мнению, наиболее легитимные, давай это слово представлять, будет издан некий бюллетень в печатном виде, которым нужно будет поставить галочку. Власть пока не заявляет, городские власти, муниципалитет не заявляет, где этот бюллетень будет распространяться. Но ты предполагаешь, видимо, что это будет... Я себе представлю только одно место, где можно всем массово проголосовать за какой-нибудь проект по благоустройству городской среды в бумажном виде. Тем более, из экономии бюллетней среды такого рода голосования, безусловно, стараются совместить с какими-то выборами. Это ведь не только в городе Кирове. Насколько я знаю, во всех и в муниципалитетах придумывают какие-нибудь, ну, либо референдумы, либо опросы, либо что-то еще для того, чтобы люди пришли на избирательный участок. Вот говоря о том, как повышать явку. Это гораздо более позитивный способ, чем отсекать сторонников Навального, которых на сабле очень немного. Ну и давайте напомним, кто явился инициатором, изобретателем этого проекта «Комфортная городская среда». Напомни. Владимир Владимирович Путин. Все правильно. Это его проект. Да, это его проект. И, кстати, проект, по сути, неплохой. Проект неплохой. Дай бог, если люди проголосуют, именно те интересные проекты, которые представлены, именно они станут победителями. Потому что тут ведь тоже вот этот момент возникает такой, вот когда инициатива проявляется. Вот мы говорили про дороги. Помнишь, говорили очень много здесь в студии про дороги, что вроде как требование такое, чтобы мнение людей было учтено. А потом, когда мы смотрим, как оно учитывается, оказывается, что наполовину это мнение просто игнорируется. И дороги ремонтируют большую часть, не большую часть, а пополам те, которые выгодны кому-то другому, у которых есть, видимо, много голосов в кармане. То же самое, боюсь, не случилось бы с этими проектами. Потому что ведь смотри, дворовая территория, ведь нам же говорят, как, это ваше. Это ваше. Вот вы делайте там, чтобы у вас было красиво, так, как вам нравится. Ну, с другой стороны, вот недавняя история, когда там наш уважаемый губернатор пришел, сказал, что это тут за шины торчат, да? Брать, это прошлый век. Это было в прошлом году. Ну да. Даже не в этом. Да, это было не так давно, да. Даже теперь в позапрошлом году уже получается. Даже не в 16-м веке. Недавно эта информация была про шины-то. В 16-м году. Это, мне кажется, уже не совсем правильно. То есть такое ощущение, что вот жильцы хотят, а может быть им нравятся эти шины, может им нравится эта обстановка 20-го века, может они хотят в стиле 19-го века сделать. Если это наша территория, ребят, мы делаем свой проект. Пожалуйста, не надо приходить и говорить, что можно, что нельзя. Вот я боюсь, чтобы такого подхода не было, когда нам снова навяжут нашу дворам некое единообразие. Вот нашему нынешнему начальнику, например, нравится вот так, и чтобы везде так было. Вот это было бы плохо. Пусть люди проявляют смекалку, выдумку, составляют свои интересные проекты, чтобы каждый двор был индивидуальный на самом деле. Вот как нам захотелось. И бояться тут ничего не надо. Хорошо, могут использовать любой материал, лишь бы это им было хорошо. Правда, все хотят, чтобы двор был красивый. Никто же не хочет его изуродовать специально, тем более с привлечением федеральных денег. Вот этого я боюсь. А голосование, да, ну это тоже, понимаешь, это тоже способ привлечь людей. Вполне себе, кстати, легитимный способ. Гораздо более приятный. И, в общем, не самый плохой. Не самый плохой. С первого взгляда. Это «Особое мнение» Николая Голикова. Прервемся буквально на полминуты, и снова будем в студии. «Особое мнение» на 101FM Продолжается программа «Особое мнение», и продолжаем мы обсуждать разного рода новости. Здесь с Николаем Голиковым. Это его «Особое мнение», вы слушаете. Ну и мы в перерыве с Колей обсудили, что, собственно, пускай, в общем, критикуют губернатор шины и лебедей, сделанные из шин же или пластика, но тогда, может быть, нам представят концепцию того, как видят наши власти наши новые кировские дворы. Да ведь? Дело в том, чтобы была замена, вариант замены, потому что откуда берутся шины? Они же берутся от безденежья, это же бросовый материал. От бедности. Да, от бедности. И люди, ну, голь на выдумке хитра, она может придумать из чего угодно, что угодно. И я и так понял, что сейчас все равно деньги хоть и выделяются, но не те деньги, на которые можно там воздвигнуть дворовую какую-то скульптуру там или что-то еще, да. То есть все равно средства должны тратиться экономно, и если можно использовать какие-то вот такие варианты, то почему нет, если людям это нравится? Ну, я бы хотела посмотреть на концепцию того, как видит Игорь Владимирович Васильев. Я бы еще хотел посмотреть на цену того, сколько двор стоит. Мы тоже вспомнили тут в промежутке московские дворы, да. Мы же не против того, чтобы было такого рода единообразия, чтобы было вот такое покрытие во дворе, да, чтобы было вот... И таджик с метлой, да, и таджик с метлой, чтобы, да, с утра до вечера там скреб все это, и чтобы всегда было не скользко. Или патриотичный русский дворник. Ну, в принципе, я тут национальности, я не имею большой роли, потому что у меня вот во дворе метет патриотичный русский дворник, но он метет хорошо. Другое дело, что когда он все выскребает до конца, там, оказывается, асфальта-то особо нет, вот это уже хуже. Тоже хуже. Так, переходим к следующему вопросу. Естественно, я уверена, что ты читал последнее слово Никиты Белых. Да, я прочитал последнее слово Никиты Белых. И очень много, напечатали все абсолютно, все федеральные там информационные каналы. Ну, я на медиазоне прочитал, мне кажется, наиболее адекватно. Да, пожалуйста, тоже расшифровку полную опубликовал. Последнее слово Никиты Белых. Какое впечатление на тебя, это последнее слово в суде, Никиты Белых произвело? Ну, ты прекрасно знаешь, что я не принадлежу к числу сторонников Никиты Белых. Ты всегда об этом говоришь. Да, я всегда говорил, когда он был у власти, и когда он оказался вот в этой своей ситуации. На меня довольно-таки тяжелое впечатление произвело последнее слово. Знаешь, вот, Свет, я относился к этому человеку, когда он попал за решетку с сочувствием. Когда я прочитал последнее слово, это сочувствие, оно как бы сменило место вот уже другому, гораздо менее приятному чувству жалости. Мне показалось, что его сломали уже. Его сломали окончательно. И вот если все убрать, оставить только, на мой взгляд, вот как я понимаю, квитэссенцию, она такая, ребята, вот у вас есть маленький шанс меня оправдать. Пожалуйста, оправдайте меня, я больше не буду. Я уйду от всех, в семью. Несмотря на то, что он такого не говорил. Ну, в принципе, он сказал, что я хочу посвятить там свою жизнь семье. То есть ты почувствовал, что он уже не верит, что возможно какое-то другое решение. Его возвращение в политику невозможное, он это понял. То есть он когда говорит, что многие ожидали от меня политических заявлений, а ты можешь себе представить, с каким бы политическим заявлением мог выступить Никита Юрьевич, с какой позиции, после того, как он семь лет отработал в путинской системе, верой и правдой, да, как? Как он мог выступить? С какой политической? Или с той, которая была у него до него, но он после этого уже был у Путина. Либо с точки зрения вот именно такого разжалованного путиноида. То есть я не понял. От него нельзя было ждать политического заявления, потому что ему, собственно, в этом плане уже нечего сказать. То есть его политическая карьера закончилась. Он это понял. И поэтому как бы вот тут такой момент был, что вот я старый, я больной, да, я весь измученный. Я хотел что-то сделать, у меня не получилось. Я устал, да. Отпустите меня, пожалуйста. Я буду... У меня четверо детей. Он четверых назвал уже детей-то, да? То есть у него трое и плюс, видимо, там четверо детей. Я хочу посвятить свою жизнь семье и так далее. Что вот мне это очень не понравилось. Сама вот эта аргументация, очень длительная, да, она, в принципе, людям, которые не следили все время за судебным процессом, может даже показаться непонятной. То есть здесь понятно, что внутри судебное. С другой стороны, он должен прекрасно понимать, что сейчас не XIX век, я думаю, он умный человек. В XIX веке от последнего слова, там писали лучшие авторы последние слова. Там писали авторы, это каким-то образом влияло на присяжных, каким-то образом влияло на судебу или что-то. Сейчас уже это последнее слово, это довольно-таки формальная процедура. Ее можно использовать как у Люкаев, да? То есть на самом деле для какого-то громкого политического заявления. Либо просто указать на какие-то там... вопиющие вещи. Он сказал довольно длинную вещь, длинное такое выступление у него было, за которым было трудно уследить в реальном масштабе времени. Вот. И каких-то вот таких аргументов... Скажи, а ты ждал, вот я сейчас тебя слушаю, потому что на меня сильное впечатление речь все-таки произвела, но именно с точки... Мне не было жалости, но именно с точки зрения прочувственности, прочувствованности, да, и мне понравилось, что не обращался к властям и политических заявлений не делал. Но ты, как мне кажется, ждал политических заявлений. Нет. Я как раз сильно бы удивился, если бы он сделал политическое заявление. А ну если бы он сделал политическое заявление? И вот эта фраза, которую он привел, что вы же зря ждали от меня, она показалась мне как раз такой, знаешь, немножко кокетливой. Ему нечего сказать как политику, потому что, собственно говоря, вот это его путь политический, да, вот я почему говорил, что мы еще вспомним предыдущие выборы и прочее, прочее. Его сам путь политический, который он выбрал, ведь это он сам выбрал, понимаешь? Он сам принял это решение, он вписался в эту систему, он служил ей верой и правдой 7 лет. За те годы, по которым он и служил, сейчас ведь у нас немножко, понимаешь, у нас всегда взгляд в прошлое немножко такой ностальгический, да? Вот там было то, хорошо, все, хорошо, там Никита Юрьевич, он вообще, вот он же говорит, я там все это время хотел сделать, чтобы все было лучше, и как-то за кадром остаются вещи, которые не были лучше при нем сделаны, а были хуже сделаны при нем, да? Вспомнить все эти, не к слову, конечно, будет, но условно говоря, вспомнить реформу того же медицинского образования, сколько людей, извините за выражение, умерли в результате этой оптимизации. Не образование, а медицинского обслуживания. Медицинского обслуживания, реформы образования, да? Сколько людей, ситуации возникли с этими автобусами, с переездами, в конце концов, с отъездом людей из Кировской области, это все оттуда пошло. Вспомнить те же вещи, связанные с дворцом пионеров, я не знаю, когда люди протестовали против строительства, инициированного кем? Кто инициировал строительство на территории дворца пионеров? Никита Юрьевич Белых. Это все немножко выпало. Он служил верой и правдой этому режиму. Понимаешь? С каким политическим заявлением после этого он может выступить? То есть ты не ждал? Нет, конечно. И поэтому эта его фраза показалась мне очень такой кокетливой, знаешь, типа я мог бы, да не мог бы. Да, и тут надо обратить внимание, что в группе Союза журналистов в Фейсбуке Олег Прохоренко, он, значит, разместил голосование после как раз последнего слова в суде Никиты Белых. Как вы считаете, что нужно сделать с бывшим губернатором Кировской области, оправдать, оштрафовать, пожурить, посадить, реабилитировать в правах, ты был единственный из проголосовавших. Правда, это немного журналистов проголосало, вообще немного. Такая пока не очень посещаемая группа, Единственный, кто проголосовал за посадку. Ну, отчасти я уже сказал, что это было такое для, может, активизации, что ли, интереса это сделал. С другой стороны, я всегда вспоминаю, да, вот он же говорит, что я эти деньги брал для хороших целей, для хороших дел. Я вспомнил великий наш фильм «Берегись автомобиля», да, где Юрий Деточкин тоже ведь деньги-то на хорошие вещи пускал, но ведь его же посадили. А ты как к Деточкину относишься? К Деточкину отрицательно отношусь. Потому что, понимаешь, вот смотри, нет, мне нравится фильм, мне нравится Моктуновский безумно. Расскажи, почему ты к Деточкину относишься отрицательно? Я не буду говорить про Деточкина, я скажу вот о чем. У Никиты Юрьевича был выбор такой, то есть сам факт того, что вот Никита Юрьевич, а вот деньги, и он налицо. И как говорил наш незабвенный мэр Василий Алексеевич Киселев, говорил же я тебе, Никита, не бери деньги руками. То есть факт налицо. Вариант был только такой. Либо это взятка, либо это злоупотребление служебным положением. То есть и то, и другое. Губернатор наличные деньги несовместимы. То есть в любом случае посадка должна быть. Хорошо, ты берешь на хорошие цели, но что же получается? Если ты, злоупотребляясь служебным положением, берешь наличные деньги и потом пускаешь их на хорошие цели, ответ называется неблаготворительность. Это называется отмывание денег, добытых преступным путем. Света, это еще хуже. Понимаешь? Как же его не посадить-то, Никита Юрьевича нашего? По-любому сажать надо. Надо напомнить, что в следующий четверг, 1 февраля, суд начнет озвучивать решение на этой неделе. И еще такой момент, Света, просто перебью насчет суда именно. То есть Никита Юрьевич будучи губернатором, когда к нему обращались, почему я вспомнил еще про выборы, в том числе по нарушениям на выборах, когда приходили люди к нему в кабинеты, я в том числе там был, и говорили, вот Никита Юрьевич, вот такой-то случай, зафиксированный, столько-то бюллетеней, заранее заполненных, за партию власти, тому слову, не помню уже, какие были точно выборы, все прочее. Он как сказал, ребята, вот как скажет суд, идите в суд, так и будет. Наш суд справедлив. И нас он отправлял вот с такими словами, в суд, на три буквы посылал. Вот сейчас он оказался там. Поэтому говорить о том, что когда он говорит, что суд там что-то учитывает, что-то не учитывает, Никита Юрьевич, ты пришел туда, куда ты посылал нас. Это, конечно, немножко может быть нехорошо, я говорю, но по большому счету он сам эту дорогу выбрал. Сергей Аверинцев как говорил, когда тебе дьявол предлагает две руки, говорит, выбери, да? С какой руки надо выбирать? Какой правильный ответ? Правильный ответ отказаться от выбора. Никита Юрьевич выбор сделал. Да, в этот четверг суд начнет оглашать обвинительный приговор и напоминаю, что прокуратура требует для него 10 лет колонии строгого режима. Ну, я думаю, 10 лет ему, конечно, не дадут. Мой прогноз остается прежним, что это будет 5 лет. Долгая апелляция, он все это время будет в СИЗО и потом выйдет по УДО. Ясно. А это Николай Голиков, его особое мнение. Мы слушаем, но и к следующему уже, можно сказать, сидельцу переходим, к начальнику Кировского ГИБДД. Но он пока еще не сидел. Он пока еще арестант. Сидит в СИЗО. Александр Плотников отдает показания. Мои действия и действия сотрудников были законными при регистрации транспортных средств. Речь идет о КАМАЗах, огромном количестве КАМАЗов и огромной сумме, которую многие эксперты называют не региональной, а федеральной. И вот сам Александр Плотников дает пояснение, что подобные схемы, по которым он работал и ПТС, по которым он подписывал технические паспорта на КАМАЗы, была распространена также в Башкортостане, Удмуртии и Самаре. И даже называет имена коллег, с которыми он консультировался, когда принимал решения и об оформлении технических паспортов на КАМАЗы. О чем это нам говорит? Это нам ни о чем не говорит. Это говорит о том, что у нас есть определенное, как их раньше называли, обычай делового оборота, что раз так все делают, то это, наверное, законно. В данном случае, я думаю, что начальник нашего ваги не мог не понимать, что его действия не вполне законны, поэтому его консультации, скорее всего, носили такой характер. Вы вот так сделали, что за это было? Ну, значит, я тоже так сделаю. Раз вы, вроде как, раньше меня там или, ну, судя в виду, раз он консультировался, значит, они уже до него это сделали. И потом искренне удивился, да как же так? Почему я сижу, а они нет? А вот хороший вопрос. Как ты думаешь, почему его забрали, а других нет? И заберут ли? Я думаю, что заберут и других, потому что если это в одном суде признано незаконным, следственные органы считают, что это незаконный суда пока еще не было, то точно так же это будет распространено и на других руководителей ГИБДД. То же самое, смотри, опять же, возвращаясь к Никите Юрьевичу, он же говорит, ну, выборы же были, все понимаете, деньги, выборы, срочно, все, некогда оформлять. Это ведь тоже ссылка на некие обычаи делового оборота, потому что на самом деле везде выборы, там все на все смотрят. Но ведь это же незаконно, ребят. И суд на эту фразу из его последнего слова должен обратить внимание, что есть такая практика, которая, если Никита Юрьевича судят, то по идее надо бы посмотреть и в других регионах, как это происходит. Потому что то, что делают другие, это не значит, что делают правильно. Если все люди переходят улицу в неположенном месте, это не значит, что меня не оштрафуют за то, что я там ее перешел. Просто им повезло, их не заметили, а вот я попался. Такое было. Слово было такое. Это инициатива региональная, что ли? Вот. Нет, безусловно, нет. Такого уровня люди. Дело-то началось довольно-таки давно, еще с той осенью, по-моему. Я сейчас не только говорю про Плотникова. Про Плотникова, я имею в виду. Я вот ты сейчас вернулся к Никите Белых, я говорю, что вот эта инициатива, о которой ты говоришь, когда собирают средства на проекты городские и так далее, ты тоже говоришь, что повсеместно это может быть происходит. Они что делают? Это по собственной придумке, что ли? Так нет, конечно. Это все идет инициатива. Они оказываются в тех условиях, когда им приходится вертеться и крутиться, выполняя, условно говоря, указания из центра. Например, майские указы, да? Ну, те же майские указы, когда у нас говорят, что Никита Юрьевич загнал область в долги. На самом деле, область в долги загнали майские указы. Никита Юрьевич, как и все другие руководители регионов, был вынужден кто-то с меньшим успехом, кто-то с большим успехом каким-то образом их выполнять. А вот если мы возвращаемся к Александру Плотникову и к вопросу о КАМАЗах, то это самодеятельность на более низких уровнях Вот это, похоже, получая самодеятельность на более низких уровнях, потому что как бы это произошло, ну, даже если верить его словам, там, условно говоря, в четырех-пяти регионах. Остальные регионы, видимо, регистрировали их как положено. Мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим с Николаем Голиковым. Это его особое мнение, вы слушайте. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» в эфире, у микрофона работает Светлана Занько. Особое мнение сегодня высказывает Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Ну, и пару слов еще о завершении дела Александра Плотникова. Напоминаю, что начальника Кировского областного ГИБДД, хотел сказать, захватили, задержали. Задержали, да. На прошлой неделе. Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Да, на прошлой неделе. И он дает показания и рассказывает, что его коллеги, тоже высокопоставленные генералы, подписывали такие же технические паспорта, которые и подписывал и он на вот эти вот КАМАЗы, которые не должны по российским дорогам и далям ходить. Все-таки вот в заголовках, наверное, верно отражено, да, отражен масштаб дела, что это федеральный уже масштаб. Хотя ты говоришь, что вполне возможно все это замыкается только на Привозском федеральном округе. Однако, вот уже тоже в СМИ было сказано, и мы в перерыве говорили, что с осени господин Плотников знал о том, что он в разработке. И, видимо, с осени давал показания, потому что уж более быстро и резво появляются номинации и так далее. Нет, но информация была о том, что возбуждено уголовное дело, по-моему, в ноябре, что возбуждено уголовное дело, и как бы люди, которые имели свои источники в органах, они как бы уже сообщали, что именно касается вот этой регистрации КАМАЗов, сообщалась сумма тогда еще. Но вполне вероятно, что так как он провел эти консультации с соседями, да, он был уверен, что, скорее всего, это дело кончится ничем. Возможно, в какой-то момент он стал понимать, что все-таки санкции будут припинены, что срок какой-то светит, и, возможно, стал предпринимать какие-то действия, ну, может быть, с целью там уйти или уехать, или повоздействовать на кого-то, или что-то еще. Почему возникло решение о том, что его нужно как бы поместить под арест? Вероятнее всего, как-то свет, ну, мы можем только догадываться, свет, и по большому счету не самое интересное, потому что самое интересное впереди, вот когда уже будет конкретно дело расследования, это понять. Пока вот довольно-таки обрывочные сведения, но, судя по всему, да, наш начальник ГИБДД влип крепко. Обрывочные сведения поступают и по поводу господина Прокопьева, Михаила Юрьевича, Михаила Юрьевича, который тебе хорошо знаком. Да, в том числе лично, да. Да, в том числе лично. В частности, журналистка Елена Овчинникова заявляет в своем материале, что 26 января буквально на днях Михаил Прокопьев был доставлен в следственное управление по Кировской области. Следственное управление пока не подтверждает эту информацию никому, но у Елены свои источники в следственном управлении есть, она часто об этом говорит и утверждает, что Михаил Прокопьев находится в одном из кировских СИЗО и дает показания. А дает показания, согласно которым и Елена указывает, что он делает такие заявления при рассмотрении его дела, и в суде говорил о том, что раз мне надоел там этот бардак, я сейчас не конкретно цитирую, но близко тоже к тексту, и что он здесь усадит всю скамейку подсудимых, если вот так все будет продолжаться. А раньше говорили, если запоет, то вся скамейка будет заполнена людьми. Если дальше все вот так будет продолжаться. Так скажи мне, пожалуйста, если запоет, как ты говоришь, Михаил Прокопьев, ноги или головы, которые сейчас спокойно себя чувствуют, находятся при власти или, не знаю, при бизнесе, а может быть, где-то и в силовых структурах полетят? Я думаю, да. Или уже нечем улететь? Время-то сколько прошло? Ты не думаешь, что времени прошло очень много. Дело в том, что если, условно говоря, в 90-е годы Михаил Юрьевич был лидером неформальным таким, владельцем таким вот территории, неформальным все-таки, и жил по понятиям, по законам, и в какой-то степени меньше зависел от власти, то после 2000-го года он же стал легальным бизнесменом. И, соответственно, его деятельность уже была связана с общением с органами власти и прочими-прочими. А методы его работы нам известны. Поэтому, я думаю, полетят-то люди, которые сейчас еще активны. Вот. И, вероятнее всего, поэтому в ходе основного процесса Михаил Юрьевич молчал, потому что, видимо, была надежда, что эти люди, опасаясь за свою дальнейшую карьеру, каким-то образом поспособствуют либо снижению срока, либо что-то еще. Но так как этого не произошло, он получил практически... Пожизненное. Да. Он получил пожизненное заключение, то ему сейчас по большому счету терять нечего, а сидеть одному ему обидно. Понимаешь? Как бы, ну как там Фокс говорит, одному мотать срок за вас, за всех не хочу, сдам вас всех, так что либо вызволяйте, либо нет. Вот. Его не вызвали, поэтому вполне очень, даже если это версия такая Елены Овчинниковой, она крайне правдоподобна. Вот. И рассказать он может очень много интересного. Ты вспомни вот суд по Лузянину. Как работники администрации описывали деятельность господина Лузянина, как он ходил по кабинетам, всех угонял там в ужас просто какой-то, да. Почему-то эта часть осталась заказом. Лузянин был еще директор Центрального рынка. Бывший директор Центрального рынка, к сожалению, скончавшийся в местах заключения. Вот. До сих пор очень загадочной смертью для меня умершей. Вот. Понимаешь, как бы, а представь фигуру, которая на несколько голов его более могучая, более финансово обеспечена, более влиятельна. Какие фамилии могут всплыть, в том числе и из тех людей, которые до сих пор еще занимают определенные посты, которые были в период этой активности. Вот. Поэтому я не удивляюсь, что он запросился под программу защиты свидетелей, потому что люди эти, видимо, довольно влиятельные. Что он мог запроситься, мы не знаем точно. Правда же? Мы же уже как бы говорим теми словами, которые нам Лена Овчинникова сказала. Все это очень правдоподобно, и на самом деле он может рассказать очень много интересного, потому что он знает на самом деле очень много. Если предположить, что действительно он находится уже в Кировском СИЗО, это значит, что он начал уже давать показания. Правда? Вероятнее всего, да. Не молчал же он там на месте. Вероятнее всего, да. Потому что... Достаточно жестокой колонии, как говорят. Колония очень жесткая для пожизненного заключения проходит. Там очень все, ну, просто страшно регламентировано, поэтому если его человека оттуда вывозят, то, соответственно, это ненадолго. То есть есть определенное время, когда он может немножко воздухом свободы глотнуть, но никто не собирается ему здесь встраивать курорт. То есть он должен работать, работать, работать. То есть колония же там может давать показания. Зачем в Киров? Ну, во-первых, дело в том, что Следственный комитет находится в Кирове, и все люди, о которых он намерен говорить, находятся здесь, то этим делом многие заключенные часто пользуются. То есть такое есть. Есть вариант выезда куда-то. Возможно, будут очные ставки все-таки на месте. И это все равно это управление будет вести его дело. Командировать туда людей, это, мне кажется, просто дороже. Как ты думаешь, если он такие заявления делал летом, например, сейчас уже зима, вот все-таки мы ожидаем до выборов президента какие-то уже заявления, разработки и задержания или нет? Ничего не будет такого прокопа. Это зависит от того, что он будет говорить. Ведь нужно же время, есть показания одного свидетеля. Нужно время, чтобы найти подтверждение этому, да? Какую документацию, может быть, что-то еще, найти других свидетелей. Я думаю, что довольно длительное будет следственное действие будет довольно-таки длительное и к выборам президента они наверняка не успеют. И вряд ли будут иметь отношения. на круглый стол по проблемам обманутых дольщиков не один с министром строительства региона Русланом Бондарщуком. О чем они говорили? Во-первых, выяснилось, что у нас не только и не такое большое количество обманутых дольщиков, как в других регионах. Короткий ответ сразу. Ты считаешь, что это действительно так? Или мы просто не про всех знаем или не всех вносим в реестр? Ну, во-первых, у нас не все в реестре, об этом мы много раз здесь говорили. Там довольно сложные условия для того, чтобы быть включенным. А во-вторых, какая разница, больше или меньше они есть, их проблемы нужно решать, сколько бы их ни было. Да, во-вторых, что он сказал? В регионе принимают все возможные шаги с максимально возможной скоростью и открытостью. И заявил, что уже в марте заработает закон, который позволит привлекать инвесторов для завершения работ по недостроям. Кинутся ли кировские застройщики помогать решать эту проблему? Я не знаю, кинутся ли они, но говорить о том, что что-то у нас предпринимается, у нас можно сказать, что что-то предпринимается, когда обманутые дольщики что мы там примем, как это будет, все это неизвестно, это будущее, неопределенное время, поэтому в данном случае его высказывание я бы не воспринимал как серьезное. На самом деле, пока ничего не сделано. Еще одно заявление, он говорит о том, что требуется улица с двусторонним движением, то есть регионы должны решать эту проблему, но и федеральные власти тоже. Как ты думаешь, о деньгах тут речь идет? Я вообще не понимаю, при чем здесь федеральные власти, если разрешение на строительство дают муниципалы, либо область. Федералы здесь при чем? В чем они виноваты? Одновременно с пребыванием Игоря Васильева в Москве, там была и активистка Татьяна Широкова, которая изначально выступала от нового Сергеева, а сейчас от лица всех дольщиков выступает. Она вызвала целую волну и даже информационную войнушку такую, теперь уже это переросло в нашем информпространстве, высказывается вроде бы в защиту дольщиков и с критикой бездействия властей, но и дольщики ее сами выдвигали, и на переговоры, и к нам в студию тоже вместе с дольщиками она приходила. Сейчас же возникают материалы, в которых рассказывают, что дольщики от Татьяны открещиваются и не хотят, чтобы их признали экстремистами, а просто хотят свои квартиры. Все правильно, на самом деле не хотят, чтобы их признали экстремистами, потому что, с другой стороны, но если нельзя решить вопрос каким-то другим путем, и человек вынужден выходить на Красную площадь, во-первых, говорит, что проблема уже перезрела. Да, она вышла с пикетом и плакатом власти Кирова врут. Да, власти Кирова врут. Возможно, вот сам тон этих лозунгов кого-то не устраивает, никто не хотел бы портить отношения с властями, от которых может быть что-то зависит. С другой стороны, судя по ее действиям, на уровне областном они уже никакой веры в то, что что-то будет решено не имеют, потому что время идет. Пока есть только обещание, мы примем закон, мы поговорим, пока действий нет. Я говорю еще раз, никто пока в квартиры не вошел. Ну и под занавес такая конфетка, которую мы очень любим, это проект Артзал, который ты ведешь совместно с... Не я веду, вместе с Владимиром, да, с Владимиром Сметанином, радиостанция Эхо Москвы в Кирове и кинотеатр Колизей. Ты про смерть Сталина, я уже понял. Я про смерть Сталина, который до последней минуты вся группа ждала, открытая, кстати, группа Артзал. Да, открытая группа Артзал. А теперь там такая дискуссия, просто Рубилова у тебя там в Артзале в группе в Фейсбуке. Там ленту в Фейсбуке заполнили различные мнения по поводу запрета фильма «Смерть Сталина». Мы хотели его посмотреть 25-го числа, но поехать в Москву в кинотеатр «Пионер», где его все-таки показали, мы не смогли, мы и не знали, что все-таки его рискнут показать. Мне очень нравятся комментарии, там несколько человек написало в таком духе, что вокруг чего мы бьемся, они показали фильм, прочитав всех, кто лицезрел его, это очередная жопа и так далее. Очень много людей пишут, которые не видели, а делают выводы на основе того, что кто-то там в онлайн-доступе, можно посмотреть, те люди посмотрели, это нормальная, веселая британская комедия. Многие люди, которые не понимают британского юмора, соответственно, эту комедию не поняли. Но после того, как она была запрещена, то есть, естественно, появилось очень много трактовок, почему, как, что, зачем. Но я, конечно, склоняюсь к простой мысли, что люди, которые увидели эту комедию, вот эти наши сугубо серьезные люди в британском юморе, не понимающие, они вдруг поняли, что это фильм не о смерти Сталина. И они поняли, что показывать сейчас нельзя. Они поняли, что это фильм о конце эпохи Путина. И что вот когда наш вождь и вот эти люди, которые начнут делить власть, и это все нам показывают, еще так смешно все. И они просто перепугались. То есть, конец эпохи тирана. Любой тиран есть, любой правитель есть правитель, да, и у него всегда есть наступает рано или поздно конец по той или по другой причине. В 1924 году мы расстанемся с Владимиром Владимировичем как президентом. Я в это верю, потому что конституция наша пока об этом так говорит. Другого выхода нет. И вот что будет после этого? И вдруг они увидели вот эту пародию как раз на то, чего они все очень боятся, что начнется вот этот смешной и дурацкий передел. И вот только эта паника, опять же паника, опять же испуг. Что бояться Навального, да? Зачем бояться Навального? Зачем бояться смерти Сталина? Сейчас сказали, фильм не имеет художественной ценности, он не производит впечатления. Так покажите вы его. Посмотрят его, сто человек разойдутся, плюнут и все. А вот само вот это восприятие, что они вдруг в этом фарсе увидели сами себя. Вот это, конечно, это просто очень показательно. Очень показательно восприятие верхушки власти. Да, да, да. Конкретно этого фильма. И понимание конечности вот нашей вот такой эпохи, да. Да, Николай Горьков, его особое мнение. Мы с удовольствием сегодня слушали. Спасибо тебе. Я с удовольствием поговорил. Хоть это уже третий час в эфире. Да, Светлана Занько работала сегодня у микрофона. Всем хорошего дня.